Чайник – это, пожалуй, самое простое и незамысловатое устройство на кухне. Тем не менее, вопросов, связанных с ним, возникает достаточно много. Почему чайник шумит или почему он протекает? На самые популярные я постараюсь сегодня ответить. Почему чайник отключается, не закипев? Причин может быть несколько. Первая связана с дефектом металлической пластины, которая используется для отключения электроприбора. Со временем эта деталь деформируется и может выключить чайник в неподходящий момент. Чаще всего это происходит после длительного использования либо в приборах с уже существующим дефектом. Второй причиной может стать сломанный или некачественно изготовленный выключатель. Такая проблема связана с тем, что механизм, который отталкивает клавишу обратно, срабатывает не точно. Для того, чтобы это определить, достаточно просто проследить за его работой. В более редких случаях причиной может быть поломка термостата. Это не очень хорошая новость, так как ремонт будет дорогостоящим. Из-за чего чайник громко шумит во время закипания? Ответ на этот вопрос очень прост, но чтобы получить его достаточно вспомнить школьные уроки физики. Во время нагрева воды на дне чайника образуются маленькие пузырьки. Это происходит потому, что температура внизу намного выше, чем сверху. После того, как вода достигает определенной температуры, пузырьки начинают перемещаться вверх и там лопаются, создавая шум. Я думаю, вы обращали внимание на то, что через некоторое время шум проходит. Все, пузырьки закончились и температура воды достигла кипения. Из-за чего чайник начинает протекать? Если колба изготовлена из пластмассы или стекла, то чаще всего течь происходит из-за появления микротрещин на корпусе, а связано это с постоянной сменой температур во время его работы. Либо с некачественной сборкой. В таком случае протекание скорее всего появится возле шкалы наполнения. Еще одной причиной может быть выход из строя резиновой прокладки. Она находится внутри конструкции. Проверить это не разобрав прибор не получится, поэтому лучше сразу обратиться в сервисный центр. Почему чайник щелкает, когда он отключен? Мне удалось выяснить несколько причин, которые могут объяснить этот факт. Одна из причин связана с корпусом чайника. После того, как вы вскипятили воду и он прилично нагрелся, начинается процесс охлаждения. В этот момент происходит деформация корпуса и может издаваться звук, похожий на щелчок. В некоторых современных моделях установлен терморегулятор, с помощью которого можно поддерживать заданную температуру воды. Соответственно, в определенный момент он включает нагрев. Почему в чайнике образуется накипь и как от нее избавиться? Налет на стенках или дне электроприбора появляется из-за большого количества примесей в воде. Солей, кальций и магний – вот те самые элементы таблицы Менделеева, которые портят ваш прибор. Для того, чтобы сохранить чайник в чистоте, рекомендуется использовать предварительно очищенную воду. Если у вас нет такой возможности и накипь уже образовалась, то удалить ее достаточно просто. Для этого прокипятите 500 мл воды, добавив туда одну-две столовых ложек лимонной кислоты, а после хорошо протрите колбу изнутри. Еще есть вариант с использованием 9% уксуса. На все те же 500 мл воды добавьте один стакан уксуса, прокипятите и избавьтесь от накипи. В интернете существует еще много народных методов, например, с помощью кока-колы или рассола, но я бы не рекомендовала их использовать. На этом все. Напишите в комментариях, с какими проблемами сталкивались вы и удалось ли их решить самостоятельно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. А также смотрите ответы на вопросы об утюгах и узнаете, как выбрать чайник. Пока!